всем привет дорогие друзья это еженовости проект в котором я рассказываю обо всем самым интересным что произошло с нашим клубом за последнюю неделю и хотя кот прыгает и сходит с ума хотя сосед дрелит стену уже по моему 3 или 4 месяц я все равно запишу этот выпуск и но если вы будете слышать какие-то странные звуки на фоне а я буду постоянно отвлекаться на кого-то орать матом ну просто имейте ввиду что условия не самые лучшие короче за неделю произошло очень много всего и главным образом это конечно первый официальный матч локомотива в 2023 году в котором локомотив проиграл спартаку со счетом 1 0 и в этом матче было очень много для нас интересного и показательного в первую очередь потому как галактионов вообще видит локомотив и были ли матчи на сборах которые я для вас освещал в ежу новостях и в обзорах показательными мне очень часто говорят и в комментариях пишут и вообще там комментаторы разные тоже продвигают эту тему о том что матчи на сборах ничего не показывают ничего не решают и можно их вообще не смотреть но вот выходит локомотив на спартак и я вижу ровно то же самое о чем я вам говорил все последние 7 матчей которые локомотив провел с галактионовым эти еженовости у нас выйдут немножечко экспериментальными если все получится и матч тв не заблокирует это видео я планирую вставить блок про матч со спартаком отдельно показать вам все моменты на которые я обратил внимание и конкретно рассказать вот прям по пунктам что в этом матче происходило самым красноречивым описанием игры локомотив спартак в рамках кубка россии является то что и ход игры и итоговый результат был предсказан нами на предматчевом подкасте который прошел в понедельник она этот канал был загружен за несколько часов до игры даже стартовый состав был угадан практически на сто процентов единственная неожиданность оказалась на левом фланге но это скорее из-за моего неверия в то что один удачный тайм против урала может кардинально поменять мнение галактионова с фурсан испании нинахов уже не был сколько-нибудь ярок но именно он занял место в стартом составе и доиграл матч до конца правда уже на другом фланге ну и мы не до конца понимали степень готовности карпукаса на игру но если он и мог выйти то не вместо куликова как многие ожидали а вместо мародишвили место дани в составе у галактионова не подвергается сомнению хотя я пока не нашел ни одного человека который бы смог мне внятно объяснить почему вообще обычный круг жизни куликова при любом тренере это доверие в стартовых матчах а затем запас и выхода на замену видимо чем-то куликов подкупает тренеров на тренировках а затем не может реализовать это в играх ну что ж похоже на эту удочку попался и галактионов посмотрим как долго он продержится локомотив вышел по схеме 4 3 3 и продержался в ней примерно до 60 минуты когда вместо дани куликова на поле вышел антон миранчук а вместо смольникова текнезян после этого локомотив перестроился на 4 2 3 1 и этому построению уже не изменял схема 4 3 3 бывает разной и вообще как учат нас все тренеры не стоит упираться именно в изначальную схему расположения игроков ведь в разные стадии игры игроки могут менять позиции баринов может садиться третьим центральным а комано становиться вторым нападающим это все было и в этом матче и в товарниках игра вообще очень сильно походила на то что мы видели в товарниках разве что уровень сопротивления оказался таким с каким мы еще не сталкивались отчасти нас примерно также повозила сочи в первом тайме правда но боу не попадал поворотом из убойных позиций но даже там мы находили в себе силы выходить в атаку спар также запер нас на своей половине поля примерно до того момента как забил забил как это часто у нас бывает в этом сезоне из-за собственной глупой нашей ошибки карпукас под давлением отдал не очень удобную передачу кузьмичева а тот вместо того чтобы покатить лантратову или выбить куда подальше надзюбу предпочел сделать передачу вдоль штрафной к сожалению пас явно не самая сильная сторона кузьмичева в результате этого мяч оказался у игроков спартака в непосредственной близости от нашей штрафной и за спинами опорников правда надо понимать что такие ошибки в целом не то чтобы обязаны оканчиваться голом это не пас на пустые ворота или типа того но для команды уровня спартака по крайней мере в ее нынешнем состоянии и особенно в матчах против локомотива хватает даже таких полумоментов карпукас сел очень глубоко между защитниками баринов и куликов не успели разобрать футболистов на радиусе не самый сложный финт и удар с левой ноги в дальний угол все это уже было в симпсонах точнее в этом сезоне в игре с ахматом спартак тоже ошибался в таких передачах и мы тоже перехватывали мячи но до своего фатального удара поворота максименко довести не могли в этом наверное и есть сейчас главная разница между нашими командами на сегодняшний день на самом деле стоит отметить что в игре в обороне наша команда действительно неплохо прокачалась может конечно присутствие черлуки на трибунах так положительно сказалось на защитниках но большинство передач в нашу штрафную прерывались а ударов до ландратова практически не доходило кстати на этой неделе черлука дал несколько интервью предматчевые программки чемпионат кому и youtube каналу это футбол брат в целом можете выбрать что-то одно темы в основном повторяются но ознакомиться определенно стоит хотя бы ради чувства ностальгии по сильным личностям и крутым футболистам в нашей команде чувствуется что личности масштаба черлуки в нашем клубе да и в целом чемпионате россии появится не скоро без ошибок совсем разумеется пара макеев кузьмичев обойтись не могла но именно в организованности обороны есть существенный плюс мяч уже очень редко летал по нашей штрафной а игроки спартака внутри штрафной без сопровождения практически не оставались главная проблема возникала выше согласно данным вайскаут в этой игре баринов и куликов на двоих сделали 25 точных передач 12 у куликова за час игрового времени и 13 у баринова за полный матч вы не можете играть по схеме 4 3 3 если ваши центральные полузащитники делают 25 точных передач за игру это в полтора два раза меньше чем у любого из центральных полузащитников спартака том же интервью чемпионат кому черлука составил свою символическую сборную она тоже играла по схеме 4 3 3 и там центральными полузащитниками были диара фернандеш и жуао марио и такая линия полузащита действительно может играть в тройке каждый из них прекрасно обороняется и прекрасно начинает атаки в нынешнем локомотиве есть прекрасно обороняющийся карпукас и все что прекрасно умеет делать куликов я за четыре года его игры в локомотиве так и не понял качество игры баринова тоже вызывает большие вопросы хотя эти сборы он прошел хорошо есть надежда что и в сезоне у него все будет нормально вот только от созидательной работы его нужно освобождать ну не его это даже карпукас справиться лучше в итоге в первом тайме локомотив чаще всего просто не глядя убивал мечи на чужую половину поля иногда там оказывался дзюба иногда нет но начать осмысленную атаку получалось очень редко и чаще всего в этом принимал участие сергей пеняев например вот такой проход серега завершил зачем-то пасом на смольникова уверен в крыльях советов он бы даже не подумал чтобы отдать пас просто суданул бы с правой ноги в товарках например он так и делал а тут спартак и опытные партнеры не рискнул брать на себя а жаль большая проблема и ее очень хорошо видно например на усредненной позиции игроков это то что дзюба оказался наконечником команды мы так и против урала играли это абсолютно не работало не может быть дзюба верхней точкой построения команды ему нужно чтобы кто-то регулярно был за его спиной чтобы можно было скинуть головой или просто отдать на ход это просматривалось в игре с фурсан испании там ему за спину постоянно забегали камано и пеняев но со спартаком снова они располагались очень широко по краям и существенно ниже дзюбы чтобы успевать помогать крайним защитникам это нужно исправлять и надеюсь галактенов это сделает в ближайшее время по крайней мере инертность центральных полузащитников тренерский штаб точно видит это понятно например из комментариев олега лёвина по ходу игры под снятых матч-тв надо выше играть в баре или выше куликову во втором тайме во многом благодаря заменам локомотив начал давить на спартак на чужой половине поля стало видно что физически локомотив готов лучше если в первые 15 минут мы не успевали за игроками спартака то во втором тайме казалось что наших игроков на 2-3 человека больше на поле передачи перехватывались уже на чужой половине поля борьба выигрывалась регулярно а на игроков спартака с мячом набрасывались по 2-3 наших футболиста и это очень похоже на немецкий футбол гиздаля причем первый раз сходство с идеями гиздаля я заметил еще до сбора в кубковой игре с краснодаром а затем в матче с пари нн и в словил еще один флешбек по немецким временам додавить спартак удалось на 78 минуте когда навес глушенкова с подбора после стандарта нашел голову маккеева во первых стоит отметить что мы наконец нашли человека стабильно исполняющего стандарты именно навес глушенкова нашел голову дзюба когда тот попал в штангу и именно навес глушенкова нашел голову маккеева вот например как подал в аналогичной ситуации антон миранчук как обычно в ближайшего с этим у нас огромные проблемы во вторых этот гол сыграл злую шутку вместо 1 1 и эмоций мы получили просмотр вара на 5 минут затем валяющегося джики еще на 5 минут и запал локомотива ушел и может футболисты спартака отдохнули доиграли уже концовку как умеют уверен не будь этой паузы мы бы получили еще несколько возможностей для того чтобы забить спартак к тому моменту уже трещал по швам но что поделать гол отменен по правилам камано действительно был в офсайде и действительно влиял на эпизод не давая мартинсу вступить в борьбу с маккеевым другое дело что если бы камано следил за игрой мешать мартинсу было бы гораздо удобнее не находясь в офсайде но наверное я слишком много требую от камано эдак я еще захочу чтобы его постоянные смещения с левого фланга под удар хотя бы раз за три года к чему-нибудь привели 0 1 не приговор в двухматчевом противостоянии игра состоит из четырех таймов и впереди у нас еще два если локомотив проделает работу над ошибками прежде всего в тренерском штабе если нам начнет хоть чуть-чуть вести то шансы перевести игру как минимум в овертайм точно есть проигрывать спартаку в четвертый раз за сезон точно не хочется давайте оставим достижения анатолия вышивца с четырьмя победами в дерби уникальными наконец нас порадовал своим интервью председатель совета директоров локомотива юрий нагорных я это интервью ждал она была у меня в бинго и вот спорт экспресс выдал эксклюзивное интервью сопроводив его анонсом что мол мы тертые калачи да понятное дело что юрий нагорных чиновник и умеет уходить от сложных вопросов но мы-то задали острые получили на них ответы вопросы были заданы здесь претензий нет практически все темы которые хотелось обсудить с юрием нагорных журналисты по крайней мере попробовали обсудить но вот ответов на эти вопросы не было никаких юрий нагорных абсолютно непробиваемый более чем 20 лет он оттачивал умение уходить от любых вопросов и каких-то сложных задач для него журналисты спорт экспресса не задали и вообще это интервью больше похоже на то что отправили список вопросов юрий нагорных переслал его в пресс-службу локомотивы попросил накидать на них какие-нибудь более-менее адекватные ответы так что мы получили абсолютно вылезанное стерильное интервью но при этом оно именно такое каким должно быть ничего другого я вообще не ожидал главное что она просто вышла вспомните когда вы в последний раз читали интервью председателя совета директоров локомотива плутник их не давал до него мещеряков если и давал то где-то там в начале своей карьеры может быть в середине но точно не в период кикнадзе в общем они вроде как рулят локомотивом и это вообще главный руководитель локомотива который принимает самые судьбоносные решения но при этом в прессе отчитываться за вещи которые происходят локомотиве они не особо привыкли этот вот нагорных показывает о том что нет вот я готов я готов быть лицом локомотива и готов отвечать на вопросы и при этом нагорных это такой человек которому ты можешь задавать абсолютно любые самые острые вопросы в лоб и он тебе будет 10 минут на них отвечать а ты после этого будешь вспоминать а что он вообще сказал вот хоть одно слово со смыслом вообще было в его речи и вот после мальчиса с протоком тоже журналисты поймали нагорных и задавали ему вопросы и пытались его прошибить даже какие-то острые вопросы задавали и даже конкретику он кое-какую сказал например о том что за пеняева и глушенкова было отдано по 60 миллионов рублей агентских но он говорил это все с таким лицом абсолютно не прошибаем что и чё вы мне сделаете ну и в целом по количеству воды которую нагорных готов издавать в одну минуту своего времени это просто какой-то ниагарский водопад ничего другого от этих интервью не ждите но при этом сам факт того что оно было он меня порадовал из каких-то таких вот полу мелочей которые можно в этом интервью выделить это например то что думают сейчас о возрождении казанки год назад ее убрали но сейчас есть реформа фнл пфл образуют еще одну лигу и в целом возможно из-за того что будет образована еще одна лига и затраты на содержание казанки из-за этого будут немного снижены потому что во второй лиге например будет уже четко и зональное отделение не придется ездить куда-нибудь в иркутск хабаровск куда ездила предыдущая казанка возможно казанку мы увидим уже буквально со следующего года я про это тоже говорил о том что нету ничего страшного в том чтобы закрыть казанку потому что для того чтобы открыть казанку нужно всего лишь пальцами щелкнуть подписать один указ и все и вот вам казанка игроки есть тренеры есть стадион есть у вас все есть для того чтобы открыть казанку нужно только волевое решение поэтому чё было плакать по этой Казанке год назад, честно говоря, не очень понимаю. Ну вот ждем, ждем решения от Нагорных, от Совета Директоров. Я, честно говоря, до конца так и не решил для себя, какое у меня отношение к Казанке. С одной стороны, я, конечно, очень люблю клуб и в целом хочу, чтобы было как можно больше локомотивов, особенно молодежных локомотивов, за которыми можно было бы следить. Молодежные команды, ЮФЛ-ные команды, команды Академии и вот еще и Казанку. Очень приятно, когда каждый день ты можешь какие-нибудь футбольные матчи находить и смотреть. С другой стороны, ну четкое ощущение, что за время работы Казанки, те футболисты, которые могли бы выстрелить и стать звездами локомотива, уперлись в какой-то потолок и в итоге так и не достигли этого самого пика. Мы смотрим на Куликова, мы смотрим на Рыбчинского, мы видим, что Галанин там с Галаджаном вообще куда-то пропали. Галаджан, кстати, тоже в Урале объявился и, судя по всему, будет играть у Клюева в Урале 2. И я вспоминаю о том, что период до Казанки дал нам Миранчуков, Рихвата Жемалединова, Дмитрия Баринова, а период с Казанкой нам не дал никого. И вот сейчас год Казанки не было, и мы получили Карпукаса, мы получили Вадима Райкова, мы получили Михаила Щетинина. И я очень боюсь, что отправь их сейчас вот туда вот во второй дивизион и вот этого вот крутого Вадима Райкова, вот этого крутого Михаила Щетинина, который сходу на сборах взяли и переиграли Сочи, например, я могу не увидеть, и это меня очень пугает. Но на все воля Совета Директоров Локомотива. Еще одно интервью, которое вышло на этой неделе, я его уже анонсировал достаточно давно, это интервью нашего главного тренера Михаила Галактионова Леониду Слуцкому. Я ждал это интервью, потому что оно должно было быть интересным с точки зрения того, что Леонид Слуцкий сам тренер и может задать вопросы тренеру Галактионова, такие, какие журналист, профессиональный журналист никогда не задаст. Потому что у журналистов есть куча штампов, куча шаблонов в голове, то, как они видят эту профессию. Леонид Слуцкий знает, как она выглядит на самом деле, и поэтому готов спрашивать правильные вещи. Единственная проблема в том, что Слуцкий хреновый интервьюер и постоянно тянет одеяло на себя. Из, там, не знаю, 50 минут, которые длится интервью, 30 минут будет говорить Галактионов, 20 минут будет говорить Слуцкий, пытаться сформулировать вопрос и приводить примеры из своей жизни. Это немножко неинтересно. И особенно неинтересно вот в таком формате 50-минутного интервью. Вот если бы это было, там, не знаю, 2 часа подкаста, где у одного спикера много времени, у другого спикера много времени, и нету вот этих вот камер, каких-то поездок на электромобилях или прогулок вдоль отеля, которые сбивают и в целом создают очень неуютную атмосферу. Тренеры немножечко закрываются в этом разговоре, а вот просто посади их за стол друг перед другом, пускай разговаривают, пускай какими-то мыслями обмениваются. Я уверен, что это было бы очень интересно. Слуцкий умеет интересно разговаривать. Но вот здесь он пытается быть интервьюером, и получается, ну, довольно смазанная картина. Галактионов проявил себя как очень хороший ученик Нагорных. Он на все вопросы отвечал правильно, так, как должен отвечать прилежный ученик, прилежный мальчик. Какой-то вот яркости, индивидуальности в этом интервью я, честно говоря, вообще не увидел. То есть поставить вместо Галактионова какого-нибудь сферического тренера в вакууме, он будет говорить примерно те же самые вещи, что нужно играть в правильный футбол, а не какой-то там атакующий или какой-то защитный. Что схема это не догма, что схема это просто возможность реализовывать свои идеи на поле. И по каким-то вот персоналиям тоже отказывался отвечать. Фактически из того, что прям вот интересно и того, что мы раньше догадывались, но не знали, Галактионов сказал о том, что есть некий посыл от руководства к тому, чтобы строить русскую команду. Да, легионеры что-то могут давать. Камано выходит в стартовом составе, купили там Хермана Конти, но при этом акцент все равно будет делаться на игроков с паспортом, на выходцах из академии, на сильнейших футболистов в лиге. И, собственно, примерно это мы с вами и увидели, потому что на матч со Спартаком вышло 10 игроков с российским паспортом и Камано. А затем по ходу матча на 86-й, по-моему, минуте Камано заменил Игнатьев и заканчивали мы матч вообще в 11 российских игроков на поле. И этого, судя по всему, будет все чаще и чаще не только в Локомотиве, а вообще во всем российском футболе. Спартак тоже вышел в 11 российских футболистов. Так что этот посыл от руководства, в принципе, довольно понятен. Мысль, которую Галактионов высказал про легионеров, она тоже довольно логичная и тоже довольно правильная лично на мой вкус. Когда раньше ехали легионеры уровня Чорлоки, уровня Фернандеша, уровня Джефферсона Фарфана, и они что-то давали Локомотиву и что-то давали молодым футболистам, которые рядом с ними росли, это одна история. И, конечно, таких футболистов хочется как можно больше в команде, потому что они и результат будут давать, и помогать расти футболистам с тем же самым российским паспортом, как вырос Дмитрий Барин, как вырос Алексей Миранчук, как еще многие ребята выросли. Другое дело, когда ты покупаешь футболистов уровня Хермана Конти или Франсуа Камано, и они просто занимают место в составе, при этом они получают достаточно большое количество денег, и ничего особенно клубу не дают. А в российскую премьер-лигу сейчас, по крайней мере, если смотреть даже не только на Локомотив, а на Цискана, Спартак, на Краснодар, который вообще непонятно кем закупается, ощущение того, что эти футболисты, например, Херман Конти, может что-то дать российским футболистам Егору Погоснову, я, честно говоря, вообще не улавливаю. На мой личный взгляд, уже сейчас Егор Погоснов особенно ничем Херману Конти не уступает. И одно дело, да, если бы приехал, например, Дюссен, или если бы приехал Драгович, на которого тоже закладывались, это одна история, и да, они что-то могут передать, какой-то свой опыт, хотя даже они далеко не Чурлуки и не Печиновичи, например, но, тем не менее, что-то могли бы рассказать, что-то показать. Но те футболисты, которые пополнили лигу нашу вот извне, честно говоря, мне кажется, ни один из них особенно сильно ее, эту самую лигу, не усилил. Ну, возможно, вот в Оренбурге появляются ребята, которые действительно яркие, действительно прикольные. А Спартак, например, потратил 6 миллионов на товарыша Эдуарта, и оба остались на скамейке, и, честно говоря, я не очень понимаю, про каких условиях они будут выходить в стартовом составе. Но это проблема Спартака, у нас есть свои проблемы, так что будем разбираться с ними. Напоследок не могу не прокомментировать историю, которая произошла накануне матча со Спартаком между пресс-службой Локомотива в лице Артема Загуменова и блогером Павлом Городницким, который решил попросить проходку на этот самый матч. А Артем Загуменов ему в личной переписке написал, мол, ты на халяву хочешь просто футбол посмотреть или поедешь поработать. И, естественно, такой человек, как Павел Городницкий, не мог не зацепиться за эту возможность, немножечко похайпить, немножечко ее распространить на весь российский спортивный интернет. И, естественно, эту тему с удовольствием просто все подхватывали и стебались, и на коммент-шоу была отсылка на это, и затем еще сам Генич еще простебал Артема Загуменова. В итоге, да, все это вылилось вот в такую шутку-мем, типа вы на халяву или поработать. Но в момент, когда все это происходило, бурление говн было просто невероятным. И я смотрел на это и просто немножечко офигевал. Потому что блогеры очень часто ходят смотреть футбол на халяву, и это ни для кого не секрет. В бытность мою, когда я еще для Локомотив Инфо что-то писал и что-то делал, я ходил по разовым аккредитациям на матче Локомотива и просто постоянно охреневал с того, какой контингент находится в пресс-секторе. Из 100, допустим, мест, которые выделены на пресс-секторе для людей, которые должны что-то писать, должны делать какие-то репортажи, наверное, 75 мест это просто абсолютно левые люди, которые просто пришли посмотреть футбол, потому что можно прийти посмотреть футбол бесплатно и на халяву, да еще и сходить поесть. Чтобы вы знали, по крайней мере, раньше всегда для прессы делались какие-то бутерброды, какой-то чай, но они обязательно заканчивались минут еще за 10 до начала игры. Не во втором тайме, еще за 10 минут до конца армия журналистов все сметала начисто, и там ничего не оставалось, там можно было просто пойти погреться. Для кого-то, наверное, предположение, что он на халяву захотел сходить на футбол, оно прозвучит ужасно, страшно и оскорбительно. Если бы мы не знали, какой контент делает Павел Городницкий, какую лексику в своих там видосах и стримах использует. В бытность, когда я ходил на пресс-сектор, это было больше 10 лет назад, и тогда и у Локомотива что-то странное происходило, мы там на седьмых-восьмых местах болтались. У Спартака тоже какая-то хрень происходила, что они там уже давно никаких титулов не завоевывали и близко к ним не подбирались. Но даже в те времена на Спартак невозможно было получить проходку, потому что подавалось очень много заявок. Потому что всегда очень много пресса вокруг Спартака, дерби, и всегда находились какие-то вот параллели, какие-то контры между Локомотивом и Спартаком, которые подогревали интерес к этим матчам. Поэтому ничего вообще предусудительного в том, чтобы спросить, собираешься ли ты действительно поработать, для человека, который ни в одном своем видосе никогда ничего не говорил о том, что он ходит на футбольные матчи и что-то о них потом говорит, оно, ну, на мой взгляд, довольно естественно. При этом, конечно, по форме так обращаться к человеку, который всю свою карьеру построил на хайпе, ну, наверное, Артем Загуменов просто не знал о том, с кем он общается и с кем какую риторику можно проводить. По крайней мере, ни от одного другого журналиста мы не услышали что-то типа «Да-да-да, со мной он тоже вот общался как с быдлом». Но одной ошибки оказывается достаточно. Эту ошибку Артем Загуменов допустил с Городницким. И я рад то, что в итоге все это превратилось в мем-шутку, которую теперь можно обыгрывать, и в целом никто на нее не обижается. По крайней мере, да, вот Генич в лицо Артему Загуменову спросил, приехал ли он на халяву по футбол посмотреть или поработать, и все только посмеялись. Ну и отлично, так эти истории, наверное, и должны заканчиваться. Смотрите, вы на халяву или поработать сегодня? И так, и так. Ну, а Павлу Городницкому желаю купить билеты на Локомотив и сходить на один из весенних матчей, как он и обещал. На этом у меня все. Надеюсь, Матч ТВ не сблокирует этот ролик, и вы посмотрите его в полном варианте с обзором матча со Спартаком, потому что там есть вещи, которые я прям точно хочу вам показать, и для этого нужно будет вставлять небольшие, маленькие, демонстрационные фрагменты матча, которые, я надеюсь, будут расценены как просто цитирование добросовестное и качественное, которое YouTube позволяет. Все, до новых встреч. У нас в понедельник матч со Спартаком, так что в пятницу очередной выпуск Еженовостей, и я снова приду к вам, чтобы рассказать, что произошло за эту неделю. А вы подпишитесь, вы поставьте лайк, и в целом продолжайте следить за нашим любимым клубом. Пока!